Дорогие друзья, всем привет! Я думаю, что все вы уже знаете, что скоро будет обновление, новый персонаж, новые скины. Я думаю, что вы уже даже видели характеристики, геймплей персонажа, пассивки и прочее. Потому что у многих ютуберов есть доступ к официальному серверу и, соответственно, уже много чего про это известно. А вот я сегодня хотел бы посмотреть, как будет себя вести новый персонаж против всех бравлеров в игре Brawl Stars. Абсолютно против всех, один на один. И сейчас мы это выясним, какой у нее будет приоритет, кому она будет выигрывать, кого она будет выигрывать, кому проигрывать. Давайте так, кто ждет обновления, прямо сейчас поставьте лайк, подпишитесь на канал, поддержите видос, потому что как только выйдет обновление, я сразу сниму обзор. И все плюшки, которые будут продаваться в магазине платно, я разыграю для вас, естественно, это все бесплатно, на халяву. Поэтому подписывайтесь, нажимай на колокольчик и всем приятного просмотра. Рекламная пауза. На самом деле, я не особо вникал в подробности этого персонажа. Я в курсе, что она дамажит как Сэнди, как Поко, и у нее, по-моему, нарастающий урон. Он тройной. Больше я ничего не вникал, поэтому, может, где-то буду тупить, если вы понимаете, о чем происходит. Понимаете, что здесь происходит, поэтому там пишите, если что в комментах. Итак, Шелли против АМЗ. Ну, понятно, Шелли не оставляет даже шансов. Сверху у вас дамаг написан Шелли. А, это с ближней дистанции, это сейчас с дальней. А вот с дальней, нихерово так наваливает. Нихерово так АМЗ навалит. Слушайте, прикольный боец. Смотрите, что она с Нитой сделала. 5600 нанесла. Кольт. Ну, Кольт, мне кажется, выиграет. Лол. Ну, смотрите, Кольт больше нанес урона, но они друг друга убили. Ну, естественно, впритык бык выигрывает. Смотрю я, кстати, ролик на канале Лекса, в описании оригинал. Так, ну, тут, ну, это очевидно. Вблизи, конечно, выигрывает Булл, на расстоянии АМЗ. Окей. О, это, это ульта ее была? Видите, да, первый урон 700, далее 1400, потом, короче, он увеличивается. 700, 1500 и 1800. Кстати, Брок больше урона нанес. Динамайк. Динамайк проиграет. Но, после этого, конечно же, умирает АМЗ. Но это все стоят на месте. А так, я думаю, что на Изи, это, они не двигаются. А если это все будет в динамичном поединке, то, естественно, этот персонаж будет приоритет. Бо тоже, кстати, вы видели, да? Ну, Тика. О, Тик тоже забросал. Но уже после смерти. А вот Бит, вот с Битом, я на самом деле, мне было интересно. Давайте еще раз посмотрю. Бит нанес меньше урона, но мне кажется, он убил ее раньше, нет? Да, он убил ее раньше. Она уже умерла, а потом подыхает он от урона. 8 Бит. Я могу иногда говорить... Так, редкие бойцы. Я иногда говорю на него Тик, поэтому, если что, не обращать внимания. Редкие бойцы. Поко, Роза, Барли и Примат. Окей, давайте посмотрим. Лол, Примат выиграл. 5 тысяч урона нанес он. Тут, конечно, выигрывает АМЗ, но после смерти все равно она умирает. После смерти и Барли. А вот Поко, она на изи, кстати, я вот аналог с Поко проводил этого перса. Но это больше на Сэнди похоже, да? Хотя хрен знает. Роза! Она даже Розу убивает! Ни хрена себе! 7... Ни хрена себе! Это круто! Так, далее пошли Супер Рарки. Сверх редкие. Ну, Рикошета выиграет. Да. Это было очевидно. Так. Да ладно! А, ну блин, что я так удивляюсь? Это же расстояние, расстояние. Да. Дэрил это ближник, ему надо... Ну, тут понятно, с дистанции шансов нет. Шанс была только у Шелли с дистанции. Хотя ни хрена себе, посмотрите какой урон. То есть оставил не так много и ХП на самом деле. Так, это Пенни, да? Ну, у Пенни не одиночная стрельба. Ну, то есть у нее основной урон это монетами, поэтому... Карл проигрывает тоже. Дальше, эпики пошли. Биби, Фрэнк, Пэм, Пайпер. Ну, я думаю, что... Тоже шансов ни у кого нет. Хотя, 500 хп оставила Пайпер. И урона, как вы видели, мы меньше нанесли. Это же урон, да? Понимаю. Да ладно! Пэму уничтожает? Но, опять же, на ближней дистанции, да? Короче, этот юнит, очевидно, не ближник, да? Поэтому, если он... Да ладно, бля, что происходит? Фрэнк убил? И Биби убил, охренеть. Специально видели, Эмзи стояла возле камушка, чтобы отталкивающего удара не было. Короче, что получается? Эпиком Эмз проиграла Фрэнку и... И Биби, получается. Хотя я думал, что шансов нет ни у кого. Но насчет Фрэнка, на самом деле, да. У Фрэнка урон неплохой. А вот Биби, я думал, что... Ну, короче, это... Это же юнит не ближник, поэтому... Ему простительно... Простительно... Простительно умирать. Мортис выигрывает. Да, Мортис, на самом деле, такой опасный тип. Да, видим, на ближней дистанции абсолютно глухой урон, поэтому... Вот, ее стихия это дальность. Вот, бля, вообще супергерой. Отвечаю. То, что... О, кстати, они одинаково сдохли. Просто вот... Ее урон, получается, приравнивается к урону Джина. Офигеть. Легендарки. Блин, персонаж обалденный на пути к славе. Это... Перса не надо выбивать, не надо на него донатить. Его получить можно за кубки. Охренеть. Это круто. Мне нравится этот перс. Спайк проигрывает! Ну, да. В притык, конечно, урона больше у него. Но ворон в притык тоже выиграет. Но не с большим отрывом. На дистанции шансов у него нет. Просто в порошок. Так, Леон. Ну, Леон тоже на дистанции проиграет. Хотя, опять же, видим, да, что не с большим. А на близи точно там шансов нет у Эмс. Так. И последний персонаж это Сэнди. Тот персонаж, на который больше всего на нее похож. Итак, статистика. Что это у нас? А, кого... Кого уничтожили, кому проиграли, да? Ну, вам тут за моей вебкой не видно. Давайте я вам вырублю вебку, чтобы вы посмотрели. Ну, в принципе, я на оригинал ссылку оставлю, поэтому можете чекнуть. Короче, вот. Вот вся статистика. Короче, если резюмировать, то... А, стоп. Тут еще продолжение видоса. Нет, тут он просто рассказывает и геймплей с Энди. Ну, меня геймплей не интересует. Вот так вот она выглядит. Ну, все остальное меня не интересует. Все остальное я затестирую сам лично, когда выйдет обнова. Она должна уже скоро выйти. Если вы не хотите пропустить ролик, ребята, с обновой, обязательно подпишитесь. Обязательно нажмите на колокольчик, потому что, чтобы вам приходили уведомления. Неважно, находитесь вы дома или нет. Чтобы вам на гаджет пришло уведомление, если вы смотрите меня с телефона. В общем, друзья, резюмируя. Персонаж очень силен на дальней дистанции. Выигрывает... Ну, сколько по статистике? Сколько бойцов он выиграл? 13 из 29. Ну, грубо говоря, почти 50%. А это ничья получается, да? Или что, Брок и Джин. Да, это получается ничья посередине. Почти 50% юнитов он выигрывает. Но, опять же, в основном на дальней дистанции. Вблизи, конечно, много кто ее уничтожает. Но, блин, это можно про любого дальника, так сказать. Если оценивать как дальника этого персонажа, достаточно неплохая она. Достаточно неплохая. И, блин, я безумно жду обнову. Хочу побыстрее уже протестировать этого перса. У кого нету 8000 кубков, я хотел вам что-то предложить, а предложить мне нечего вам. Самое главное, успейте открыть бигбоксы, мегабоксы за 8к, у кого они есть. Потому что после обновы у вас мегабокс превратится в персонажа, и тем самым вы потеряете один мегабокс. Поэтому, у кого накопились мегабоксы на пути к славе, за 8000 обязательно откройте перед обновой, а то будет, как я с твинком, просру один мегабокс. Ну, это кому принципиально. Принципиален он. Вот. В общем, ждем. Обнова вот-вот уже должна скоро выйти. Подписывайтесь на канал, ребята. Ставьте лайки. Пишите в комментариях, как вам персонаж, понравился или нет. Ну и ждем обновления. Жду вас сегодня на Стримчанском. Всем до новых встреч. Пока.